Здравствуйте! Предположим, у нас есть угол АВС, и выглядит он вот так. Его вершина будет в точке В, точка А, возможно, будет вот здесь, а точка С – здесь. Предположим, у нас есть еще один угол, назовем его ДВА. Его вершина также будет в точке В. Допустим, угол выглядит вот так, здесь будет точка Д. Предположим также, что мы знаем, чему равен угол ДВА. Он равен 40 градусам, т.е. вот этот угол равен 40 градусов. Предположим, что угол АВС равен 50 градусам. И вот здесь происходит много интересных вещей. Первое, что вы могли бы заметить, это то, что у обоих углов есть общая сторона. Если рассматривать эти стороны как лучи, можно было бы их рассматривать как прямые, как отрезки, как лучи, то оба угла имеют общий луч ВА. Если два угла имеют общую сторону, они являются соседними углами. Слово «соседний» буквально означает «расположенный рядом». Эти два угла – соседние углы. Есть тут еще кое-что интересное, что вы могли бы заметить. Мы знаем, что угол ДВА равен 40 градусов, а угол АВС – 50. И нетрудно догадаться, чему равен угол ДВС. Если бы мы нарисовали здесь полуокружность транспортира… Не буду рисовать ее в деталях, потому что тогда рисунок станет совсем уж непонятным. Нарисую еле заметно. Если у нас есть транспортир, то очевидно, что этот угол равен 50 градусов, этот – 40. Если говорить о величине угла ДВС, то это, по сути, будет сумма 40 и 50 градусов. Сотру эту ерунду, чтобы не засорять свой рисунок. Значит, величина угла ДВС будет равна 90 градусам. А мы уже знаем, что 90 градусов – это особый угол, и называется он прямым. Это прямой угол. Для углов, сумма которых равна 90 градусов, также существует свое название. Это комплементарные углы. Т.е. можно также сказать, что углы ДВА и АВС комплементарные. И это потому, что их сумма равна 90 градусам. Величина угла ДВА плюс величина угла АВС равны 90 градусам. Т.е. в сумме эти два угла образуют прямой угол. И есть еще один термин, связанный с прямыми углами. Если есть прямой угол, то два луча, образующие этот прямой угол, или две прямые или два отрезка, называются перпендикулярными. Мы знаем, что угол ДВС равен 90 градусов, т.е. это прямой угол. И это значит, что отрезок ДВ, пусть это будет отрезок ДВ, перпендикулярен отрезку ВС. Или можно было бы сказать, что луч ВД… и вместо слова «перпендикулярный» обычно используют вот такой значок, который отображает две перпендикулярные линии. Луч ВД перпендикулярен лучу ВС. Оба утверждения правильные, исходят они из того факта, что угол, образованный отрезками ДВ и ВС, равен 90 градусов. Есть также и другие названия для двух углов, которые в сумме составляют какое-то значение. Например, есть вот такой угол. Назовем его… Отмечу здесь точки, чтобы точнее задать угол. Это точки х, у и з. И, предположим, величина угла х, у, з равна 60 градусов. Также предположим, что есть еще один угол, который выглядит вот так. Назовем его МНО. И, допустим, величина этого угла равна 120 градусов. Если сложить величины этих двух углов… Давайте это запишем. Величина угла МНО плюс величина угла х, у, з равны 120 градусов плюс 60 градусов, что, в свою очередь, равно 180 градусам. Т.е. если сложить величины этих двух углов, то получится, что вы прошли половину окружности или полуокружность. И если сумма двух углов равна 180 градусов, такие углы называются смежными. Иногда бывает трудно это запомнить. Если сумма двух углов равна 90 градусов, то это комплементарные углы. Они просто дополняют друг друга до 90 градусов. Если сумма двух углов равна 180 градусов, то это смежные углы. И если у вас есть два смежных угла, которые являются соседними, т.е. имеют общую сторону… Давайте нарисую это здесь. Предположим, есть один угол, вот такой, и есть еще один угол. Снова задам какие-то точки. Допустим, это А, В, С. И есть еще один угол, который выглядит вот так. И предположим, этот угол равен 50 градусов, а этот – 130 градусов. Понятно, что сумма углов ДВА и АВС будет равна 130 градусов плюс 50 градусов, т.е. 180 градусов. Т.е. эти углы смежные. Запишу это. Угол ДВА и угол АВС – смежные углы, так как их сумма равна 180 градусам. Но они также являются соседними углами. Итак, эти углы смежные и соседние. Но если посмотреть на более широкий угол, угол, образованный сторонами не общими для этих двух углов, т.е. на угол ДВС, то он, по сути, является прямой линией. И такой угол называется развернутым. Итак, я дала вам целый букет понятий, и теперь, думаю, у нас есть все средства, чтобы перейти к более интересным вещам. И, напоследок, краткий обзор всего сказанного. Мы говорили о соседних углах. И, я думаю, любые углы, сумма которых равна 90 градусов, можно считать комплементарными. А если так уж получилось, что они являются соседними, то две стороны, которые не являются общими для этих двух углов, образуют прямой угол. И если есть прямой угол, то стороны, образующие его, называются перпендикулярными. Два угла, сумма которых равна 180 градусов, называются смежными углами. И если они еще и являются соседними, то их необщие стороны образуют развернутый угол. Или, другими словами, если есть развернутый угол ДВС, и АВС имеет общую с ним сторону, то углы АВС и ДВА будут смежными, и в сумме будут составлять 180 градусов. До встречи на следующем уроке!